Дорогой отец Георгий, дорогие наши выпускники, дорогие преподаватели, сотрудники, студенты, родные и близкие наших выпускников. Сегодня очень важный день. Мы выпускаем наших очередных студентов с дипломами разного уровня. Я вспоминаю сейчас, как древнерусские книжники, завершая свой труд, к каким мыслям обращались. Одна из наиболее частых праз такая – «Всякому делу благословил Господь начало и конец». Но были и развернуты выходные записи, которые тоже очень и очень интересны. И сегодня их как раз будет очень уместно вспомнить. Вот, например, в лаврентьевской летописи, написанной в 1377 году монахом Лаврентием, откуда и такое название, она содержит древнейший список повести временных лет, повествование о начале нашей истории. Содержится замечательная по своим мыслям выходная запись. Вот с какими мыслями завершал свой труд монах Лаврентий в 14 веке незадолго до Куликовской битвы. Он вспоминал некоторые вот такие вот как бы архетипы. «Радуется купец, прикуп сотворив». То есть купец, совершивший удачную покупку. Мы, конечно, обязательно должны вспомнить Евангелие от Матвея, которое говорит о купце, ищущем хороших жемчужин. И я думаю, что вот сегодня каждый из вас приобрел такую хорошую жемчужину. У кого-то она поменьше, а у кого-то побольше, у кого-то совсем крупная и блестящая, как у наших магистров. И это тоже очень важно, потому что вы, я думаю, что приобрели очень важное такое духовное сокровище, обучаясь в нашем институте на разных программах. Вспоминал монах Лаврентий и то, что радуется кормчий, который пристал в тихую гавань. Ну, на самом деле студенты поджидают во время учения разные тревоги, испытания. Иногда можно потерпеть и кораблекрушение, быть отчисленным, например, в качестве крайнего случая, или быть недопущенным каким-то учебным испытанием. Это очень важно. И вот тот, кто завершает свой труд, он похож на кормчего, который пристал в тихую гавань. Есть время отдохнуть, поразмыслить, насладиться этой тишиной. И еще там третья очень важная мысль о том, что тот, кто завершает свой труд, он похож на странника, который возвратился в свое отечество. Я думаю, что вот в каком-то смысле обучение в стенах нашего института, и это есть приобщение к духовному отечеству нашему. Я очень желаю, чтобы она действительно исполнилась, потому что любое качественное образование, оно, конечно, возвышает человека. Не только мысленно, не только ментально, не только развивая его способности. Но и духовное образование, прежде всего, воссоздает образ Божий в человеке. Я от души поздравляю вас с этим важным для всех вас днем, важным и для нашего духовного попечителя, важным для преподавателей, сотрудников, потому что этот день это как сбор урожая. И это тоже очень важная мысль. Я думаю, что для вас этот документ об образовании будет важным свидетельством того, какой путь вы прошли. Ну и всегда надо помнить еще, конечно, о том, что всякое окончание чего-либо чаще всего означает начало чего-то нового. И я вам этого искренне желаю, чтобы с окончанием какого-то важного этапа вашей жизни, с осознанием всего того сокровища, которое вы приобрели, вы смогли перейти на новую ступеньку вашей жизненной траектории, на новую ступеньку духовного роста. С праздником! С днем получения дипломов с окончанием учебного года! Спасибо!